украинские военные за 200 или высокопоставленного террориста командира батальона так называемый лнр призрак артура богаченко при каких обстоятельствах это произошло кем был этот террорист и как сложилась судьба двух его предшественников лето 2021 года командир батальона призрак дает интервью российскому телевидению это была провокационная акция для того чтобы вынудить нас на любые активные действия им любой ценой надо было сделать так чтобы мы нарушили минские соглашения у них это не получилось и никогда не получится мы желаем окончания этого конфликта мирным способом он так хотел мирного окончания конфликта что в феврале 2022 года вместе с российскими войсками начал полномасштабное вторжение до последнего момента богаченко командовал батальоном призрак и вел бои в районе крещевки донецкой области видео как лихо воюют бойцы этого батальона постоянно появлялась в российских пабликах и вот недавно бойцами в ссу удалось ликвидировать террориста который будучи украинцем по национальности и паспорту еще в 2014 году стал на сторону оккупантов успешно демобилизирован командир батальона призрак артур богаченко отправился в гости к мозговому и маркову смерть врагам богаченко стал уже третьим командиром призрака ушедшим на концерт кобзона с посторонней помощью в 2015 году при покушении неизвестными был ликвидирован алексей мозговой он был первым командиром и основателем незаконного формирования первое покушение не удалось а второе через два месяца оказалось успешным в 2020 году в дтп разбился алексей марков преемник мозгового и второй командир призрака приехали на донбасс именно по зову сердца и вот богаченко туда же для российской пропаганды этот батальон имел особое значение так как на его примере с 2014 года показывали вроде бы жителей луганской донецкой области которые воюют против киевского режима грубо говоря братоубийственная война а то что там вот показывают на новостях этому просто большая сплошная ложь до определенного момента бригада призрак сохраняла полную автономию более того что с наиболее боеспособной бригадой среди так называемых незаконных вооруженных формирований пророссийских боевиков на территории луганской области во время она насчитала порядка 1800 человек после ебели мозгового порядка 700 человек на самом деле подавляющее большинство батальона призрак были граждане рф и все они были военными меня в батальоне никогда не было ни одного военнослужащего российской армии у нас много россиян я сам россиянин да там у меня там заместитель мой россиянин но это все бывшие военные люди которые давно вышли в отставку батальон призрак известен расстрелами мирных людей и многими другими военными преступлениями и каждый командир этого батальона знал и покрывал зверства на 14 год целью было это в принципе мобилизация так называемого протестного электората фактически люмпина которые должны были с оружием в руках выступить против центральной украинской власти соответственно после установления жесткой вертикали подчинения так называемой лнр потребности в участниках незаконного вооруженного формирования признака призрак она отпала поэтому и начала череда физической ликвидации полевых командиров и расформирование самого незаконного вооруженного формирования смерть артура богаченко который до последнего был одним из главных комбатов лнр показательно для других оккупантов и коллаборантов то что у них нет шансов на победу